Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Вопорум. Итак, дорогие друзья, в конце предыдущей серии мы с вами попали в какую-то ловушку. Тут даже, смотрите, не работает карта, поэтому я понятия не имею, где мы сейчас с вами находимся. Получается, тут четыре прохода и какой-то один портал. Эти двери закрыты, открыть их я никак не смогу, поэтому остается у нас единственный выбор, это зайти в этот портал. Довольно сменять их игр, кто-то поплатится за все вот это вот. Мы знаем кто. Мы женушку уже скоро накяжем как следует. Тут у нас четыре портала. Это явно какая-то головоломка. В чем прикол? Этой загадки пока что вот мне непонятно. Тут получается в каком-то порядке нужно зайти в каждый портал. Но в какой именно портал нужно заходить, я пока что понять не могу. С какого вообще портала начинать? Опа, смотрите. Буква Си. Так, а если мы зайдем вот сюда и посмотрим наверх? Д. То есть тут нужно по алфавиту получается. Си, Д. А если я еще раз сюда зайду? Получается Е. Не, ну это я правильно зашел. Но если я, допустим, зайду вот сюда. Эф. Что? Просто методом тыка как-то решил эту загадку. Вы, конечно же, мне не поверите, блин, но как-то мне это получилось с первого раза. Получается, какой там порядок? Правый портал, потом левый. Правый опять же и левый нижний. Как-то так это работает. И куда-то нас телепортнули. Ну, насколько я понимаю, как только я наступлю на эту нажимную плиту, откроются вот эти вот двери и повылазят черти. Ладно, давайте вступим в бой. Как говорится, понеслась. Моча я по трогам. Ебаный мак. Как же ты меня бесишь, падла. Там к нам еще и робот идет. У нас сейчас будут явные проблемы, если мы не избавимся от этого. Потрефиль-то, блин. До свидания. Так, робот, робот, робот. Мы тебя ставим на десерт. О, тут же чара. Фантомный. А это значит то, что... Да ладно, еще один робот. Так, ну вот этого мы робота сейчас с вами захватим. Пусть она помогает. То есть получается золотой и серебряный робот. Вот он, вот этот сраный маг, который призывает всех бомжей-фантомов. Прощай, больше ты никого призывать не будешь. Самовар, тихо. Так, там со спины... А, идет робот. Очень что-то тут много фантомов. Фух, на грани. Сдохни ты. Да пожалуйста, я тебя прошу. Фух, тваря. Валим, валим, валим. В чем же отличие серебряного робота и золотого? Золотой может... На дистанции воевать. То есть он кидает взрывную волну в меня. А серебряный может на расстоянии меня хватать и притягивать к себе. И это очень неприятный робот, честно говоря. То есть, как по мне, золотой легче. То есть от взрывной волны можно уклониться. Из этого захвата очень трудно уклоняться. Если он схватил, то все, ты уже никуда не денешься. Надо бы, кстати, одного из роботов захватить и посмотреть, кто кого. Еще одного фантома уничтожен. Отлично. Надеюсь, больше тут нету фантомов. Просто... Ой, вот этот сейчас меня притянет. По-моему, серебряный был. Не его нафиг. Просто эти фантомы под ногами мешаются. Так, вот он, этот золотой робот. Вот у него взрывная волна. И ее, я считаю, бояться не стоит. Так, главное, чтобы с спины там другой робот пришел. Как же я промахнулся. Ты че, угораешь? Так, ладно. Вот этот он пинка мне под задом. Я не смог уклониться от этой взрывной волны. Все-таки пришлось использовать аптечку. А че их хранить? Уже, наконец, выйдет, говоря. Не дури, братан. Где там твой дружбан? Че же он к тебе не приходит на помощь? Ой, неправильно я сделал. И в ту сторону начал кроняться. Ух, вот это перезло. Все, развалился наш золотой робот. И, к сожалению, мы с вами не посмотрели на этот файт. Золотой против серебряного. Ну, я думаю, серебряный бы выиграл. Может, вот эта вот способность, что там притягивает, вообще прям неприятная хрень. Блин, пулин залетает. Он слишком далеко от нас. Ладно, тогда мы тебя сейчас будем сами атаковать. О, тихо, тихо. Не рискуем. Плохо. Да, как же так не долетает. Видимо, там больше пяти клеток. Расстояние. Ой, я сейчас он притянет меня. Ну, хп у нас мало. Если он хотя бы один раз по нам ударит, мы проиграли. Лежим. Давай, товарищи, тебе пора сдыхать. Давай. О, неужели я попал с винтовки? Кстати, когда там левел ап? Слушайте, сейчас будет новый уровень. Как раз таки. Когда же он сдохнет, а? Промахать плохо. Давай, песок металла. Пора сдыхать. Неужели вот этот робот крепче золотого? Ну, я почему-то в этом сомневаюсь. Фу, наконец-то. Левел ап! Да, детка. И теперь мы с вами прокачиваем магический катализатор до пятого уровня. И, опять же, у нас тут выбор. Либо охладитель, либо впрыскиватель. Так, что нам тут дает? 35% шанс бесплатного применения. То есть, не тратится энергия, что ли? 35% шанс мгновенного сброса. Ну, давайте, наверное, все-таки вот это вот выберем. Охладитель. Все. Все, что я хотел, я прокачал. Теперь, давайте, ребятки, мы с вами осмотримся. А, здесь карты же нету, блин. Теперь хрен поймешь, где ты был, где ты не был. Просто, вроде как, здесь был где-то сундук. Тут еще и портал, который нас возвращает назад. Патроны, две аптечки. Итого 20 аптечек. Ну, в принципе, нормально. Мы готовы к финальному боссу. Аккумулятор, патроны, элитный разрядник. Наконец-то мы его нашли. Землекольщик. Есть шанс нанести бонусный урон по области вокруг цели и оглушить пораженных врагов. Урон такой же, 128, но у него, смотрите, у него бонусы. 40% шанса оглушения, побочный урон 50%, этот молот куда лучше от этого. Так, тут у нас тупик нифига нету. Давайте еще с той стороны посмотрим. И, в принципе, все, погнали в портал. Тут еще патроны, две аптечки. Ни хрена себе! Что-то, как-то, довольно много аптечек дают, честно говоря. Так, аккумулятор, патроны и плюшевый медвежонок Софи. Или Софии, правильно сказать. Это квестовый предмет, то есть, теперь мы должны сходить к нашей дочке, отдать вот этого медвежонка, и она нам даст какой-то предмет. Все, погнали тогда назад. И мы с вами попали в комнату нашей жены, насколько я понимаю, да? Ну-ка. Ну-ка. Мы с той стороны, помните, наступили на эту нажимную плиту и нас куда-то телепортировали. В сундуке у нас патроны и аудиозапись. Ааа, вот он секрет. Тинетическая катушка. Наша жена так говорит, мол, она крутая, с ней никто не сравнится, она прям вообще непобедимая, блин, но мы это посмотрим. Кстати, шестнадцатый уровень это максимальный, все. Видите? Мы больше не сможем прокачивать нашего бойца. Ну, не знаю, честно говоря, вот эту булаву брать, не брать. Урон какой-то у нее маленький, но у нее бонусы прикольные. Так, ботинки какие-то топовые, цельность плюс 80, плюс 1 к бою, плюс 1 к технике, плюс 1 к стойкости и плюс 20% сопротивления. Это шикарные ботинки, скажу я вам. Наверное, даже самые лучшие в игре. Так, это все давайте выкинем. Я этим больше пользоваться не буду. Ни хрена сколько у меня патронов. Так, и как нам теперь выбраться из этой комнаты? Ведь если я наступлю на эту нажимную плиту, нас телепортируют, небось, поэтому давайте какой-нибудь предмет положим. Во, все отлично. Ну что, подруга, дни моих суровых, голубка дряхлая моя, я иду за тобой. Ах да, чуть ли не забыл. К прошлой серии в комментариях кто-то из вас написал о том, что, мол, вампир, ты пропустил одну комбинацию. И это действительно так. Вот смотрите, получается, в прошлой серии мы с вами побывали во всех пяти локациях, это вот магическая испытательная камера, камера исследования аномалий, камера взаимодействия человек-фумий, вентиляционная камера и брошенная испытательная камера. А вот это вот неудачные попытки мы не вводили вот эту комбинацию. Причем вот эту вот записку мы нашли неизвестно когда вообще, блин, явно не в прошлой серии. Ну давайте попробуем введем эту комбинацию, но тут сказано мол, категорически не советую. Вас там ждет полная жопа. Вообще насрать, не попробуем. Так, один, один, ноль, ноль, один, ноль. Ну и что нас там ждет? Найден супер секрет! Ни хрена себе! Они меня пугали, мол, ни в коем случае туда не ходи. Вау! Сундук! Тут у нас схема, записка, обязательно читайте. На паузе. Шлем-усилитель, цельность плюс 80, восполнение энергии плюс 30%, техника плюс 1, повреждение устройств плюс 20%. Это, наверное, самый лучший щит в игре, вот серьезно. и получается три вида брони. Так, это, наверное, броня для танка, это магическая броня, а, вот она для танка, это просто для универсала, скажем так. Накидка убийцы, цельность плюс 225, бой плюс 5, скорость в рукопашном бою плюс 20%, и скорость стрельбы тоже плюс 20%. Слушайте. В принципе, можно взять вот эту вот броню. Ну, вот эта вот броня, конечно, вообще не подходит, хотя, блин, очень хорошая броня, цельность плюс 275, стойкость плюс 6, мощность ремонта плюс 25%. Ну, и магическая броня, цельность плюс 160, в принципе, у нас точно такая же сейчас, но у этой бонусы. Восполнение энергии 2.0, это так же, техника плюс 5, скорость перезарядки плюс 15%, и повреждение устройств плюс 25%. Ну, у меня выбор между вот этими двумя брониками. Давайте обе возьмем, но пока что вот эту оденем. Эту выложим, конечно же. тут еще что-то написано. Тибор Репта, главный архитектор. Рихард Веселый, офицер Бюро. Лукаш Храпек, прораб и укоротитель зверей. А, это, наверное, разработчики. По-любому. Ну, почему тут 6 табличек? Просто, когда мне разработчики предоставили ключ, я решил поинтересоваться, мол, спросил, а сколько людей работают над этой игрой? Они сказали то, что у нас только 4 человека. Но тут почему-то 6 таблиточек. Не знаю. Так, теперь погнали к нашей дочурке. Отдаем ей Михаила Потапыча. Ведь она именно его просила. Что это за звук был? Ах ты, моя радость. Что это за предмет она мне принесла? Отменитель. Это тот самый квестовый предмет. Спасибо, моя русалочка, как она ее называет. Теперь мы сможем снять этот магический барьер. Жена, беги, пока не поздно, блин. Ведь я практически у цели. Все, заходим и поехали. Воссоединение. А вот она, наша шлюхообразная подруга. Что ты там говорила? Сможешь меня одолеть? Ну, попробуй. Лора, это ты? Ни хрена себе ты йога. Какая встреча, а? Взять, что на этом все и закончится. Должна представить Макут, твоя решительная заслуживает одобрения. Вот только она привела тебя в этот ад. Ко мне. Опять. Что с тобой стало? Ты убил их всех. А, тех жалких червей, они по себе вели. Так что, да, я их убил и тебя тоже убил. Какая же у нас самоуверенная подруга. Мы посмотрим еще кто кого. Вот эти вот моды будут появляться бесконечно, пока мы не отключим генераторы. Атаковать нашу подружку мы не можем. Она сидит в магическом барьере и ей совершенно насрать. Она там будет сидеть бесконечно. Чтобы отключить хотя бы один генератор, нужно дернуть рычаг. Но видите, тут магический барьер. Чтобы уничтожить этот барьер, мне нужно заряженный отменитель. Вот эти шкала у нас изгалетная. Чтобы полностью ее зарядить, мы должны убивать вот этих всех мобов. Это будет очень сложный и долгий бой. Поверьте мне на слово. Легким его явнее назвать. Тихо. Поэтому нужно ускориться и как можно быстрее уничтожить эти генераторы. Нам же будет проще. Чем меньше генераторов, тем меньше будет мобов. Тихо. Не дурите, ребятки. Как мы заколебались со своим ядом. Так, отменитель снова полностью заряжен. Давайте используем, кстати, аптечку. зажимают. Помните, ребятки в рычаг, все, минус один генератор. Еще в три раза нужно так сделать, да на 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 сдохнутый тварин. И что самое интересное, видите, аптечку я сразу не могу использовать. Давайте, мне нужна аптечка срочно, иначе мне хана. Пошел-то нафиг. Сраный зомбарь. К этому лазеру тем более вообще нельзя подходить. Давайте захватим кого-нибудь, он как бы поможет. Убейте там друг другу. как так, промах, ты издеваешься, что ли? лазеру сраный. Ну, этот лазер сраный. пользуем костюмчик 2 не поможет консервный бак из сравнить с моей мощи из дома самолюбивые брын уничтожили так уже два генератора уже попроще да блин промазал странные вертолете где ты угораешь сразу все сдохли круто этот еще урод блин как же вот этот мог меня бесит еще один такой придурочный ну шон отлично не будут аптечку придется да пошел ты нафиг сраны самовар блин так сейчас мы с вами можем еще один генератор отключить осталось чуть-чуть а а главное не сдох а 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 и остался последний генератор и скорее всего у нее пропадает вот эта вот сфера магическая и мы сможем с ней повоевать один на земле без вот этих вот маркоманов блин еще раз используем аккумулятор что это такое у нас выпало давайте посмотрим о аккумулятор как раз пригодится а 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 петрович и еще самое главное попадаться на этот лоза тоже очень важно но жесть у меня уже достали погнали генератор а сейчас прям так они дали мне подобраться к этому генератору они сразу не пинают с их сторон где софи не расскажешь ты не мог один справиться со всеми моими лодушками с миллионами тебе кто-то помог это маленькая бестия она все еще тебя любит что ты с ней сделала с ней ничего а вот с тобой я покажу тебе настоящий потенциал не мать я тебя уничтожил все равно блин откуда появляются эти бомжи ёпернтый театр ты смотри что она творит ты дурная что ли ладно мы справимся главное собраться да ты иди в жопу ты откуда взялся вообще тебя тут не было она очень быстро телепортируется тут бессмысленно использовать могут мне подсказывать тут нужно бегать мне стрелять и при этом колдовать а пошла жара надо еще раз захватить петровича он сейчас говорю очень помогает как же налево идите нафиг петрович должен быть моим не будь с этой стервой вместе я снял всего лишь блин четверть наверно шутишь фулу это будет сложно такой на данный момент прекращай стоп это жалкое представление и не умрю не мать я просто так не умру если бы она никого не призывала было бы попроще конечно она призывается этих могут страны оборотам поможем и хоть их мать не дури дурить думай даже Так-то, блин, с ней можно бороться Хоть она и быстро Передвигается А что, если тебя захватить, попробую Забавно, да? К сожалению, этого нельзя На тебе 500 урон У нее, походу, где-то около 5000 хп, что ли Реально, посмотрите на шкалу Вообще, еле-еле отбавляется А, с вами таракан этот еще Че, он сдох, что ли? Не нужно было убедиться, что ты утонул в море Как это тебе больше проблем, чем я ожидала Твою мать, мне зажали Вообще нереально предугадать, куда она будет сейчас сапортироваться Шустрая бабуха, очень Рома Ты заколебал промахиваться Так, вертолетик, давай мне помогает Давай, вертолетик, я в тебя верю Сразу сбежал с первого А, это Петрович, давай помогай мне Я думал, кто мне там со спины треснул так Боже, ну прям Флора Флора, сдавайся Мужели в тебе не осталось ничего человеческого? Человеческого? Что это вообще значит? Нет, ты меня довольна Я разорву тебя на куски Да угомонись ты, подруга Ничего у тебя не получится Ты проиграешь Даже не пытайся Я сильнее тебе на голову Сейчас, насколько я понимаю Нужно держаться от нее подальше Оу Она еще притягивает Ничего себе Я тебя понял Тогда я даже в твою сторону смотреть не буду Буду просто бегать от тебя Ну и что ты будешь делать? Ну в принципе я понял Как она действует Она подходит, использует магию Ага, не-не-не Я не хочу на тебя смотреть Давай, колдой Я все Я прочитал всю твою игру Я знаю, как ты действуешь Тебе хана Какая же ты жалкая Ух ты Щупальцами больно бьет Успокойся, подруга Успокойся, подруга На, вот, влетно Броня спасла Ой, зачем теперь он пошел? Это была ошибка Должна сказать Я тебе Недооценила А ты что думала? Не на того Нарвалась подружка И аптечек у меня Ой, как много Ну не сказать прям то, что много Но 10 штучек есть Поэтому я еще в игре А у тебя-то хп, я смотрю, мало Уже И вроде как аптек у тебя нету Не-не-не, смотреть на тебя даже не хочу Ты меня притянешь к себе У-у-у, не, вот так с ним нельзя воевать Как я и сказал В лобовую с ним вообще не нужно вступать в бой Только вот хитростью ее брать В лобовую она жестокая такая Посильнее меня будет, скажу и вам Тихо, умри, мать Что происходит? Это невозможно Все возможно В этой жизни все возможно, поверь мне на слово Главное Стремление Идти к своей цели Не останавливаться Ты проиграла Родная ты моя Ты проиграла, я тебе серьезно говорю Можешь даже не махать своими пультяпками Сдавайся лучше Или мне придется тебя убить Больно Самый болезненный удар у нее вот этими культяпками Ну все, пару ударов и она Откинулась Маркус, нет Да, родная, да Последний удар Да как так, промах, ты че? Доступен новый враг Лора Райк, что? Не могу поверить в то, что я сделал Но все уже кончено Теперь мне надо идти Софья Я нашел ее очень быстро Она все это время следила за боем Из-за крысых Как только Лора умерла И бой закончился Она бросилась в мои объятия Она не была ни потрясена, ни напугана Напротив, она излучала уверенность Бедняжка Такая холодная и бледная Наверное, у нее был шок Сможет ли она простить меня за то, что пришлось мне сделать? Когда мы вышли из башни, я уже не мог сдержаться На меня нахлыло чувство гены Прости, Софья У меня не было выбора Это была уже не она Все хорошо Она должна была уйти Она была уже бесполезна Я... Я уже достаточно сильная Что? Я не понимаю Ты никогда не понимал Вот это поворот А я, честно говоря, подозревал где-то глубоко Вот В душе, скажем так То, что Наша дочка здесь Самое главное И она, блин, скорее всего Всем этим заведует А, скажем так Мать Это была всего лишь Ну, скажем так Правая рука И, типа, она говорит Она нам больше не нужна Теперь, типа, ты мой Ну, честно говоря, не знаю Возможно Это глупое мое предположение Может быть, просто она Как говорится Заражена этим фурмом Я тоже сейчас Начнет мехарадить Как Нашу жену Но, в любом случае Тут Скажем так Экран нам говорит о том Что будет какое-то продолжение Возможно Выйдет какой-то DLC Возможно И вторая часть И, честно говоря Я бы хотел бы увидеть Вопорум 2 Где мы будем Блуждать по новой локации Новые мобы Новые возможности И финальная босс-дочка Примерно это так будет выглядеть В общем Надо Высказаться По поводу этой игры Однозначно Мне эта игра Очень понравилась Но Когда я начал проходить Эту игру Где-то первые 2-3 серии Я Смотрел на эту игру С сомнением И мне эта игра Совершенно не нравилась Я думал Блин Ну, что это за Какой-то Стимпанковский Закос под Гримрок Мол С Гримроком Эта игра Рядом уже не стоит Но я ошибался Игра постепенно По накатанной Раскрывалась Открывались новые Возможности Раскрылся сюжет Причем он Так вот Потихонечку Помаленечку Нам раскрывался И в итоге Игра меня Очень впечатлила Честно Лично Мое мнение Данная игра Далеко Конечно Не лучше Гримрока Но и не хуже То есть Для меня Эта игра Наравне с Гримроком Очень впечатлила Игра И я бы хотел Сказать Огромное спасибо Разработчикам Потому что Именно они Предоставили мне Ключ к этой игре И Я им очень сильно Благодарен То что Они дали мне Эту возможность Напомню То что Над данной игрой Работало всего лишь Четыре человека И Вот только Посмотрите Какой же Они шедевр Создали Вот Серьезно У этой игры Я считаю Вообще Нету минусов Повторюсь Мне эта игра Очень понравилась Хотя Были люди Такие Которые писали В комментариях То что У этой игры Как то Мало Разнообразия В особенности Имели ввиду Про мобов Ну вот Давайте посмотрим Сколько же мобов В игре Всего Итак Презентация врагов Вот давайте Посчитаем Сколько же Мобов Было в игре Поехали Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать 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 Четыре То есть По-вашему Двадцать мало, вы считаете, да? Ну, я бы так не сказал. Может быть, конечно, между ними отличия мало, потому что некоторые мобы похожи друг на друга. Вот, допустим, дрон-сфарщик, это наш самый был, по-моему, первый противник. А, кстати, да, тут у каждого моба можно узнать прочность и урон. Мы сейчас узнаем, кто же самый крепкий и у кого самый высокий урон. Допустим, дрон-сфарщик и шок-дрон. Нет, в принципе, смотрите, они даже визуально отличаются. Так, рейтинг и урон 3 из 10. Дрон-пушка, давайте посмотрим. У него прям прочность хреновая была, 1 из 10 и урон 3,10. Дрон-лазер. У него прям, гляньте, какой урон. Что налево. Это, наверное, был самый сильный из вертолетиков, мне кажется. У него прям страшный урон. Ну да, так и есть, в принципе. Паучок. Он всегда был ватный, это понятно. Электрический паук. Рейтинг прочности 5 из 10. Рейтинг урона 6 из 10. Неплохо. То есть, по крайней мере, вот этот товарищ будет сильнее всех вот этих вот дронов. Ну, кроме вот этого с лазером. Он вообще куда дикий по урону. Так, ядовитый паук. Рейтинг прочности 5, урон 7. Кстати, давайте сравним, какой электрический паук был сильный или ядовитый. У этого 5,7. У этого 5,6. То есть, ядовитый был посильнее по урону. Так, охранник-штурмовик. Он же Петрович наш друг, которого я запомню навсегда. 6,6 получается у него. Давайте сравним, допустим, с тяжелым охранником. Он серьезный был. У него, конечно, урон как у Петровича. Ну, по прочности у него 8,10. Довольно крепкий товарищ был. Охранник с огнеметом 8,7. Вот это да. То есть, по урону он был сильнее и охранника вот этого, и Петровича. Представляется? Ну и по прочности он не уступает, допустим, тому же охраннику. А вот он и глашатый. 3,5. Ну, такое себе. Берсерк. Вот тут уже у него урон побольше. 4,7. Скрытый глашатый. 3,5. То есть, он ничем отличается от обычного глашата, только в инвизе бегает. Вот и все. Мак-ошеломитель. 5,5. Мак-каменщик. 5,4. И присмотритесь, они все-таки визуально-то отличаются. Даже и маски у них разные. Мак-эллюзионист. 3,4. То есть, самый сильный маг был ошеломитель, получается. Прокашка. 5,5. Кислотный. Давайте посмотрим. 4,7. То есть, по прочности он прокашке, скажем так, уступает, но по урону превосходит. Огромный таракан. Прочности 8. Ух ты. А урон, конечно, не слабенький. 4 всего лишь. Огненный голем. 9,9. Вот кто, походу, самый крепкий и самый сильный. Просто посмотрите. Так, а магнитный голем. У него 9,8. То есть, по урону он послабее все-таки. О, турелька. 7,5. Огненная турель. Урон 7, а вот прочность нельзя победить. Но она вообще нам встречалась, по-моему, один раз в игре. Мы ее должны стали трогать. И Лора Райк. На самом деле, вот кто самый сильный в этой игре. Просто 10 из 10. Ну и в принципе все, дорогие друзья. Я думаю, пора прощаться. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Ждите. Скоро будет гримрок, все-таки данжен, кроулер. Это один из любимых моих жанров. В общем, все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока. Пока.